Добровольцы против чумы 21 века. На Шереметьевском проспекте в пятницу днём волонтёры раздавали горожанам просветительские материалы и просили ответить на несколько вопросов о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Как ни странно, людей, которые ничего не знают об этом опаснейшем для жизни человека заболевании, множество. В основном, СПИД и ВИЧ-инфекции передаются половым путём или через инъекции многоразовым использованием шприцов. Поэтому нужно рассказать людям, чтобы они себя профилактировали. Как его можно получить? Некоторые люди не знают, как оно передаётся. И поэтому боятся этого заболевания, не общаются с этими людьми, которые уже заболели. А наша акция как раз для поддержки жертв СПИДа. Люди боятся этой болезни, но ничего не знают о ней. Поэтому они в опасности, уверены специалисты Ивановского СПИД-центра. И такие акции помогают страх перед неизвестным победить. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 9,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это с момента регистрации первых случаев. Ежегодно выявляется порядка 600 случаев ВИЧ-инфекции. Каждый месяц статистически около 50 новых случаев ВИЧ-инфекции. Но если говорить в целом, анализ показывает, что заболеваемость, которую мы констатировали в 2017 году, снизилась по сравнению с предыдущим годом. Число смертей от ВИЧ-инфекции уменьшается. Добровольческая акция проходит ежегодно, накануне Дня памяти жертв СПИДа. Красная лента, которую раздают волонтеры – символ надежды человечества на будущее без этого страшного заболевания. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.